Ефим Давидович Зазуля. Взяточники. Бесхитростные наблюдения. Хороший. Ни о ком, кажется, люди не говорят с таким чувством. Хороший человек, как о хорошем, то есть добром взяточнике. Про него говорят совершенно искренно. Чудный человек. Золотой человек. Прекрасный человек. Когда из группы, дающих взятки хорошему взяточнику, кто-нибудь возмущается, его товарищи готовы буквально загрызть его, заплевать. Такому возмущающемуся говорят. Вы не человек, а скотина. Вам не стоит делать добра. Вам бы следовало повозиться с Ивановым. Фамилия нехорошего взяточника. Вот тогда вы бы научились ценить этого. Впрочем, что с вами разговаривать? Я бы на месте Петрова, фамилия хорошего взяточника, обращался бы с вами по-иному. Ну и народ пошел нынче. Никакой благодарности. И действительно, хороший взяточник – клад. Хорошего взяточника надо беречь. Хороший взяточник не требователен. Он просто мил. Даже самому незначительному клиенту подает руку. Приглашает присесть, осведомляется о здоровье супруги, детишек, желает при прощании всего хорошего. А главное – не говорит лишних слов о порядках и законности. Не вытягивает жилы. Если клиент еврей, он горюет о бесправии и многозначительно вздыхает. Если клиент левых убеждений, то он высказывает мнение, что в сущности самый желательный в России строй – социалистический. И что в душе он сам социалист. Он вообще легкий и приятный собеседник. Затем хороший взяточник в условленное время всегда дома. К нему не приходится по нескольку раз ходить. Прислуга у него тоже хорошая. Телефон в исправности. Собаки в передней не набрасываются, как дикие звери. Взятку берет он просто. Можно дать в руки. Можно положить на край стола. Можно передать в конверте. Словом, как угодно. Счастлив человек, которому приходится иметь дело с хорошим взяточником. Нехороший. Но зато, боже, какой ужас! Нехороший взяточник. Он, конечно, прежде всего ужасный законник. Вид у него, когда он берет взятку, такой, точно на него в лесу напали разбойники, бьют по голове дубинами, а ему только и остается, что говорить с выражением героической покорности. Ну что ж, добивайте. Время для встреч назначает он какое-то экзотическое. От 7 и 3 четвертей до 8 утра. От 9 до 10 минут 10 вечера. От 3 до 10 минут 4 пополудни. Причем застать его, несмотря на такую точность, все-таки трудно. Его нужно ловить. Сдающими ему взятки он неимоверно груб. Руку он, правда, подает, но подает так, что клиент чувствует, как кряхтит его собственное достоинство. Говорит он отрывисто, дерзко, никогда не глядя в глаза. Даже рано утром, встречая еще в халате и туфлях первого клиента и будучи с ним наедине, он все-таки по привычке ошпаривает его, как кипятком, совершенно не касающимися дела вопросами и возгласами. Что? Опять? Опять безобразие? И чего вы ко мне все лезете? Не понимаю. И, боже, сохрани, вручить такому взяточнику деньги просто. Он их, конечно, возьмет, но сначала отшвырнет, точно они обожгли ему пальцы, затем будет пожимать плечами, размахивать руками, ходить по кабинету, ругаться, кричать, какие все кругом неблагодарные свиньи и так далее. Такому деньги дают обыкновенно по строго законному поводу. Упомянув об этом поводе неожиданно в конце строго делового разговора просьбы. А вот, кстати, Иван Иванович, вам следует за марки 100 рублей. И если дающий взятку хоть немного знает душу взяточника и догадается дать не ровно 100 рублей, а для большей правдоподобности, скажем, 107 рублей 13 копеек, то даже самый нехороший взяточник в этот момент станет хорошим. Не берущий, но все-таки нехороший взяточник не так тяжел, как не берущий взяточник, то есть берущий не непосредственно, а через третье лицо. С таким не берущим всегда мытарство. Не берущий взяточник, конечно, не принимает лично. Принимает обыкновенно его коммердинер, секретарь или любовница. Какая-нибудь милая стареющая дама, которая носит это звание давно и больше по привычке, чем по действительному положению дел. Берут они все со смиренно равнодушным видом и с торжественными обещаниями повлиять на кого следует. Но часто выходит так, что влияние получается слабое, денег нет, вид после этого у любовницы еще более смиренный и равнодушный, у коммердинера и секретаря таинственное выражение лиц, и они не говорят, а озирая шепчут о каких-то новых порядках, о ревизиях и так далее. И взяточный опыт с такими взяточниками выработал особые, суроводеловые и будничные отношения. А именно, взятку им дают не всю сразу, а по частям, по мере того, как подвигается дело, за которое взятка дается. Обыкновенный. Однако всего распространеннее взяточник обыкновенный. Он не хорош, не плох, а также не лукав, не капризен и не труслив. И в этом его прелесть. Он просто честно берет и честно заслуживает то, что берет. Он торгуется, условливается, открыто и честно отстаивает свою выгоду, как дающий взятку свою. С ним, если это мелкий взяточник, говорят приблизительно так. Я могу вам давать в месяц 15 рублей. Больше ни копейки. 15 мало. Отвечает обыкновенным человеческим тоном обыкновенный взяточник. 25. 15 и ни копейки больше. Если хотите, то пожалуйста. А если не хотите, то я сегодня же могу выехать из Петрограда. Мне это не важно. Очень мне нужен Петроград. Подумаешь? Ну хорошо. Тогда 20. Говорит подумав обыкновенный взяточник. И сделка, которая в другом случае окончилась бы пренеприятным скандалом, налаживается к полному удовольствию обеих заинтересованных сторон. Вот какая прелесть обыкновенный взяточник. Он даже во многих случаях лучше хорошего. Так как хороший взяточник почти всегда ленив, равнодушен и халатен. А обыкновенный никогда ни в чем не подведет. Если, разумеется, получает аккуратно. Циник. Подводит и часто. Провокаторски подводит только взяточник циник. Это язва на, в общем, честной и приличной корпорации взяточников. Циник нагол, нахален, грязен, бессмысленно жаден. Это про него говорят, что он готов брать с живого и с мертвого. Он берет и предает. Берет и пакостит. Он может, получив деньги на другой день, не мигая, глядя в глаза, уверять, что не получил ни гроша. Он все может. Это настоящий крючок. Быть в его лапах – большое несчастье. Но, к счастью, он недолговечен. Такой взяточник долго не служит. Его выкуривают свои же товарищи-взяточники. У всех авантюристов есть своеобразная честность. Имеется она и у взяточников. И эта взяточная честность жестоко борется со взяточной нечестностью. Деликатный. В сущности, деликатность в известной дозе отличает почти каждого взяточника. Но некоторые из них на этой деликатности специализируются. Одного нужно убедить, что, беря взятку, он совершает доброе дело, так как оказывает человеку услугу огромной ценности, в сравнении с которой взятка – нуль. Другому нужно доказать, что он соглашается взять взятку только из любви к ближнему. Такие доказательства на деликатного взяточника всегда оказывают действие. Третий деликатен настолько, что не может принять взятки у мужчины. Но женщине он отказать не в силах. И в маленьких городках, и в местечках посредником между дающими взятки и такими деликатными взяточниками являются часто исключительно женщины. Есть очень популярный вид деликатных взяточников, которые великодушно отказываются от денег, но берут подарки. Они же берут взятки по протекции и с уважением к родителям, дающим взятку, и с неизменными уверениями – это только для вас. И, наконец, с этими же деликатными взяточниками проделывают те сотни ухищрений, которые служат неисчерпаемым материалом для анекдотов. С ними, как это известно из анекдота, держат пари, что, мол, через две минуты пойдет дождь. И когда, конечно, через две минуты дождя нет, и пари проиграно, выигравший пари деликатный взяточник, не особенно громко торжествуя, деликатно прячет в бумажник несколько тысяч. И так далее, и так далее. Чудовищный – это самый страшный взяточник. Это взяточник акула. Он берет не сотни, не тысячи и не десятки тысяч. Его аппетиты крупнее. О чудовищном взяточнике не говорят. Его вешают, но, к сожалению, очень редко. Большое количество экземпляров его обыкновенно остается в тени. И в тени, во всяком случае, теплой и приятной. О нем заговаривают тогда, когда кровь льется не рекой, а морем. И когда такое же море слез заливает истрадавшуюся страну. Но он и из этих двух морей ухитряется выходить сухим. Он вообще мало поддается исследованию, малодоступен и почти неуловим. И уж во всяком случае не может служить материалом для простых, поверхностных и бесхитростных наблюдений. 1915 год.